Девушки отдыхают Тот же самый корпус, те же самые клавиши, те же самые разъёмы. Неискушённый пользователь даже не отличит. Почему же они отличаются? Подделка и оригинал. Чем же они так интересны? Сегодня мы это рассмотрим. Давайте же более подробно рассмотрим лицевую часть приставки. Как мы видим, на лицевой части надписи сделаны более жирным шрифтом. В этом исключается отличие подделки от оригинала. Это первое, на что нужно обратить внимание. Второе. Обращает на себя внимание это кнопки. Они изготовлены совершенно из пластика другого цвета и другая текстура немного. Также обращает на себя внимание и слот для картриджей, который выполнен в совсем другом цвете. Если у микроджей неизвеста, он выполнен в синим цвете, то здесь слот чёрного цвета. На это тоже стоит обратить внимание. В остальном же корпус полностью повторяет оригинал. Далее. Переходим к разъёму для джойстика. Разъёмы для джойстика выполнены в стандарте 15 пин. Ему подходит любой, либо новодельный, либо стародельный джойстик. И всё прекрасно работает. Я хочу обратить внимание на заднюю часть приставки. На задней части, как мы видим, все выходы повторяют тоже оригиналы. С одной исключительной особенностью. Здесь отсутствует переключатель RF-канала. В оригинале же он есть. Также здесь обращают на себя внимание цвета тюльпанчиков. Здесь они цветные. В оригинале же они серого и белого цветов. Разъём аудио в оригинале выполнен белого цвета. Разъём видео выполнен серого цвета. Разъём RF выполнен в оригинале тоже серого цвета. Здесь, как мы видим, они все цветные, что сильно упрощает подключение. Давайте же обратим внимание на нижнюю часть приставки. Нижняя часть приставки, в отличие от оригинала, отличается прежде всего резиновыми ножками. Они сделаны для устойчивости. Во время игры нерадивый геймер может двинуть джойстик влево или вправо. Точнее, дёрнуть за него со всей силы. И это помогает приставке оставаться на месте. Что очень и очень практично. Также обратим внимание на основную наплейку. Она меньшего размера. Также не совпадает и серийный номер. И отсутствует запись. Сделана в Тайване. Рассмотрим же более подробно кнопки. Они сделаны точно так же, как у оригинала. Вставляем картридж в слот. Точно такие же звуки включения резета. И выпуска картриджа наружу. Всё то же самое, как в оригинале. Давайте же подробно рассмотрим внутренности приставки. Внутренности приставки выполнены на трёх основных платах. Как мы видим, от этих плат идут различные выключатели на проводках. Видны дешёвые остатки клея, которым фиксировались все коннекторы. Также отметим наличие пружинок, которые помогают фиксировать кнопки, будь то Power или REST. Также отметим распаянные боковые разъёмы для джойстиков. Длинный шлейф, который соединяет плату джойстиков с платой для картриджей. И короткий шлейф, который соединяет плату питания и видеовыгодов с платой с микросхемой, на которой распаяна сама Dendy. Почему она трёхплатовая, а не одноплатовая? Я думаю, это сделано вследствие удешевления самой конструкции и более практичности. Потому что китайцы, уже у них появились технологии, которые позволили распаять каплю на вот этой центральной микросхеме и развести всю разводку более грамотно. Это очень большой плюс. То есть, если есть такие индивидуумы, которые доказывают, что Dendy Classic оригинал – это самая лучшая консоль, я могу с ними поспорить. Потому что технологии идут вперёд. Соответственно, китайцы дорабатывают качество. И это мы видим на примере вот этой приставки. Далее. Подробно рассмотрим вот эту вот плату. Я её сейчас опущу, и мы можем видеть, что здесь есть надпись «MicroGenius». Эта надпись, она была сделана на заводе. В том самом заводе, где делался Dendy Classic от Stigler. Так что тайваньцы, они выпускали на этих заводах и Dendy Classic, и вот эти вот самые клоны. Что очень и очень интересно. Также рассмотрим более подробно здесь выход на антенну, как я уже говорил. Выход на аудио и видео. Разъём для адаптера. Микросхема «Диодный мост», которая преобразует напряжение. Здесь надписи, кстати, все на корейском. То есть, это здесь качественная элементарная батта. И вот эта вот крутилка. Эта крутилка, она представляет собой увеличение сигнала, антенного сигнала. То есть, если надо что-то подрегулировать и увеличить силу антенного сигнала, можно её немного подкрутить. Но я это вам не рекомендую делать, потому что можно сорвать резьбу и всё к чертям полететь. Также я остановлю ваше внимание ещё раз на слоте для картриджа. Как мы видим, он сделан из пластика чёрного цвета. В оригинале он синий. И кварцевый генератор, настроенный на PAL-D сигнал. Этот сигнал является априорой, самым качественным. Поэтому китайцы устанавливают именно его. Теперь же более подробно остановим наше внимание на джойстиках. Джойстики выполнены в таком же форм-факторе, как у оригинала. Точно такой же пластик, точно такого же размера. Но обращая на себя внимание, это надписи. Они сделаны более топорно. Также кнопки, они сделаны выпуклые. В оригинале они вогнутые. Крестовина сделана точно такая же, как на оригинале. Даже плата, когда если её разобрать, там маркировка. Маркировка MicroGenius. Точно такая же маркировка, как на плате с завода. Дэнди Класси. Также обращает на себя внимание вот этот коннектор. На коннекторе, в оригинале, здесь печать. MicroGenius. Здесь же её нет. Ещё я хотел бы остановить ваше внимание на инструкции. Инструкция сделана полностью на русском языке, что облегчает подключение приставки к телевизору. Также она в точности повторяет оригинал. Инструкции. Здесь все распечатки, все схемы сделаны в точности, как и на оригинале. Также присутствует логотип Дэнди, что указывает на якобы оригинальность данной приставки. Итак, дорогие друзья, сейчас мы подключили эту приставку к телевизору и, как мы видим, светодиодный индикатор горит. Это означает, что она работает в точности, как и оригинал. К тому же, она выдаёт изображение ничем не хуже оригинала. Ещё хочу отметить, великолепное качество материалов, что внутри, что снаружи. Корпус сделан очень добротно, отличные надписи, которые передают дух той эпохи. Отличные резиновые ножки, которые были изначально у этого клона. Отличная совместимость с картриджами всех разных форматов. В общем, всё то, за что ценят именно старые приставки. И я хочу ещё сказать, что именно этот клон классика, он ничем не хуже, чем оригинал. Я прощаюсь с вами. Увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...